Навального вывели из медицинской комы, картофельный король продолжает применять карательные меры против своего народа, от просмотра новостей по телевизору может потечь кровь из глаз и ушей. Господа, всем привет! Вы на канале Свежак, и с вами, как всегда, Чернокнижный с очередной дозой лютейшего вселенского пиздореза. В начале нашего выпуска хочу поблагодарить за вашу поддержку канала, ваши лайкосы. Понеслась! Состояние политика Алексея Навального улучшилось. Его вывели из медицинской комы, он начал реагировать на речь, сообщает клиника Шарита. Это, безусловно, является позитивной новостью в этой развязавшейся ядовитой смуте, иначе я не могу другими словами назвать все, что происходит здесь сейчас. Мозг картофельного крепыша начал отмирать. Такой вывод можно сделать, исходя из поступков орков-карателей, которые начали мародерствовать во время задержания обычных граждан. Тихушники и мародеры разбивают витрины, не кичатся забирать даже детей. И, кстати, они снова начали бить лежачих граждан, которые никакой угрозы не представляют. А какую вообще угрозу могут представлять белорусы, которые во время мирных митингов, перед тем, как встать на лавку, обувь снимают, а после митинга мусор за собой убирают? Пропагандисты заявляют, что Навального отравили уже там, в Германии. Дескать, из России его увезли с панкреатитом, а там уже немцы его отравили. У наших есть доказательная база в плане анализов, которая не показывает никакого отравления. Никакого отравления. И громкие заголовки провластных изданий по типу «Они пиздят, а мы нет». Итог. Уголовного дела нет, так как оснований нет. Какие сами, такие сами. Уже давно всем известно, что от просмотра новостей по телевизору может потечь кровь из ушей и обостриться панкреатит. Но выделенные миллиарды бюджетных денег нужно отрабатывать и всячески защищать старичков системы. Черт меня дернул посмотреть выпуск итогов недели. Так я до сих пор отойти не могу. Очевидно, прогнивший субстрат системы имеет железобетонные корни, которые поливают бюджетными миллиардами. И целый концерн фейкового производства работает, не покладая рук. Конечно, за такие бабосы они такой, ёб твою мать, лепят, что кровь из ушей и глаз начинает течь одновременно. Начали задержание. Пять машин, которые сопровождали колонну, остановились в какой-то момент и вышли бойцы ОМОНа. Звучат женские прикин, на самом деле никто никого не бьет. Звучат женские прикин, на самом деле никто никого не бьет. Звучат женские прикин, на самом деле никто никого не бьет. Звучат женские прикин, на самом деле никто никого не бьет. Параноидальная шизофрения картофельного короля набирает нехилые обороты и питается поддержкой мордок. Пусть пока словесной, но все-таки поддержкой. Усотый таракан генерирует пиздец со скоростью света. Его, походу, озарил инсайт, и он выдал вот такую хуйню. Он защитит то, что мы создавали. 25 лет четверть века создавали своими руками. Мы из руин, из пепла подняли эту страну. За мной тысячи, миллионы людей. И я знаю, когда эти придут к власти, они порежут все на куски и начнут резать этих людей и их детей. Кто эти? Кто будет кого резать? Опять? НАТО? Наверное, у меня под креслом сидит натовец с яростным желанием набедокурить. А по поводу сказанных слов усатого фельдмаршала... А как же темные силы действующей системы, которые официально применяют карательные меры гражданам своей страны здесь и сейчас? Милиционеры разбили стеклянную дверь одного из кафе, куда впустили митингующих. Об этом сообщают сразу несколько белорусских независимых СМИ. При этом в МВД заявили, что не знают, кто бил стекла. Хотя позже среди людей в штатском опознали начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью Николая Карпенкова. Или опять звучат женские крики, но на самом деле никто никого не бьет. Звучат женские крики, но на самом деле никто никого не бьет. Есть альтернатива в Кошелке? Но сейчас, на данный момент, на данный момент нет. Усатый фельдмаршал своими карательными методами превратил Минск в типичный Готэм, где собрались злодеи всех мастей. Местные тихушники, причем имея определенные высокие звания, уже не боятся расхуячивать витрины кафе. Хотя позже среди людей в штатском опознали начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью Николая Карпенкова. Насильственно оттуда доставать мирных людей, которые были участниками мирного протеста. И за этим дерьмищем наблюдает целая планета. Но толерантность пока походу преобладает над здравым смыслом. На днях в Минске пропала Мария Колесникова. Неизвестные кинули ее в автобус без номеров с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. И, конечно, местная милиция нихуя не знает. Как выяснилось позже, Колесникова при попытке насильственного вывоза из Беларуси порвала свой паспорт. Об этом стало известно из официальных источников. Представляете, какая сильная духом женщина. Усатый таракан попытался ее тупо выдворить из страны. Блять, из своей же страны. Насильно. Она паспорт порвала и, соответственно, через границу ее не пустили. В следующем выпуске «Свежака» будет разбор его большого интервью для российских журналистов. И мы с вами сравним ответы с теми реалиями, которые там происходят. Посмотрим, что говорит усатый фельдмаршал и посмотрим, что происходит на самом деле там. Так как очевидцев много, видеозаписей много, в интернете гуляет много чего интересного. Поэтому не забудь поставить лайк, подписаться и ступнуть в колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск «Свежака». История с Навальным начала конкретно сдвигать титанические плиты, и трение между Россией и другими странами набирает оборота. Тут уже дымом гармола не отделаться. За дело взялись фейковые перехватчики, распространители желтуха, старые обидки, грязные ублюдки. Наверняка уже где-то лазают проплаченные шлюхи и провластные СМИ, гневающиеся на все, что происходит, и мутящий бут по типу перехваченного разговора между Варшавой и Берлиной. Нам обязательно нужно подключиться к прослушке Зимбабве и папуасов. Бутует мнение, что те тоже что-то против нас затевают. Ну а если серьезно, то вся Европа наблюдает за развитием ситуации с Навальным и уже грозит применить санкции по типу «накрыть пиздой Северный поток-2» и так далее. Навального уже можно считать политиком мирового масштаба, как считает верховный председатель ЕС по интересам делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Россия должна провести прозрачное расследование обстоятельств отравления и привлечь виновных к ответственности. И привлечь виновных к ответственности. От нас он улетел с панкреатитом, а у вас был отравлен новичком. Почти так можно интерпретировать наигранную реакцию темных сил. Они пожимают плечами и тыкая в врачебный отчет, в котором нет никакого новичка. И, собственно, на нет и суда нет. А тем самым Навального вывели из медицинской комы и, дай бог, ему скорейшего выздоровления. Зима близко. Целая кодлоублюдка в генерящих фейк для зомбоящиков работает как отлаженный механизм. Посмотрите, что ядовитое информационное излучение из зомбоящика делает с людьми. Здравствуйте. При Иисусе, при Господе нашем, говорю вам, что я готова отдать жизнь за Владимира Владимировича Путина. Можно подумать, что это та известная персона. Путин президент мира! Ура! Но нет, это разные люди. Так как эти новости припизнуты... Ну, в смысле, мои припизнуты, а те хорошие. Но излучение от тех самых новостей побольше, ядовитого. Поэтому не забудь поставить лайк, подписаться, треснуть в колокол, треснуть в колокол, чтобы не пропустить следующее видео, которое выйдет в субботу. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok